Более 166 миллионов рублей направят дополнительно на поддержку фермерских хозяйств и развитие сельхозкооперации в Тверской области. Кроме того, будет создан первый в области центр компетенции, где сельхозтоваропроизводителям будут оказывать информационно-консультационные услуги, а также проводить семинары и конференции по вопросам развития сферы. Подробнее о том, почему быть фермером Верхней Волжи сейчас выгодно, расскажет Мария Шалованова. В Тверской области в ближайшие несколько лет будет увеличена господдержка фермерских хозяйств и сельхозхозяйственной кооперации. Решение принято на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени. На эти цели дополнительно направят более чем 166 миллионов рублей. Это увеличение поддержки на гектары сельных площадей. Это также гранты и поддержка на создание новых крестьянско-фермерских хозяйств, так называемых субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы увеличили поддержку на производство льна, на производство сырья, потому что это наш устойчивый тренд. Как мы говорим, это наше флагманское направление работы. А если говорить подробнее, предусмотрена грантовая поддержка крестьянско-фермерских хозяйств по программе «Агростартап» до 3 миллионов рублей. Гранты до 4 миллионов рублей можно получить на развитие потребительских кооперативов. Всего по этому направлению на 2019 год и ближайшие два года заложено 138 миллионов рублей. К 2021 году в Тверской области планируется вовлечь в предпринимательскую деятельность в АПК не менее 323 человек. Для этого будут созданы 50 новых фермерских хозяйств и сельхозхозяйственных потребительских кооперативов. Растениеводство, молочное животноводство, льноводство и овощеводство являются самыми ключевыми и территориально приемлемыми видами и направлениями развития АПК. Конечно, это переработка уже готовой продукции в дальнейшем. Более того, на заседании говорили о поддержке товаропроизводителей, занимающихся растениеводством. В частности, утверждено возмещение части затрат по пассивным площадям льна Долгунца. В 2019 году на эти цели предусмотрено более 43 миллионов рублей. За прошлый год, благодаря такой поддержке, в Верхневоложье было введено 990 гектар новых пассивных площадей. В текущем году в Верхневоложье планируется увеличить этот показатель в пять раз до 5100 гектар. На получение субсидий претендует 12 хозяйств из Беженского, Кашинского, Краснохолмского, Конокопского, Вышневолодского, Западнодвинского районов Тверской области.